Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Похитили более миллиарда рублей и пытались скрыться. Силовики задержали в Дагестане группу мошенников. Я занимаюсь трейтингом, веду свой блог в Инстаграм и обучаю финансовую грамотность людей. И, соответственно, меня подозревают в том, что я активно развивал, популяризировал криптопроект ЮСТР. Еще одна майнинг-ферма. В Махачкале сотрудники МВД обнаружили склад с оборудованием в редукторном поселке. Урода и уродинцы. Вся история села в одной книге. О презентации научной монографии расскажем в выпуске. Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Ильей Исаевым. Поводом послужило официальное представление нового руководителя Управления Федерального казначейства по республике Абдулпатах Амирханова. Меликов положительно охарактеризовал работу бывшего премьера и подчеркнул, что он обладает знанием ситуации в республике и опытом работы в федеральных органах исполнительной власти. Иль Исаев, в свою очередь, сообщил, что кандидатура Амирханова нашла поддержку у руководства Минфина России. Новый казначей республики согласован со всеми соответствующими службами и уже с сегодняшнего дня приступает к работе. Уверяю, что такое решение, на самом деле, оно будет, наверное, объективно правильным и разумным в том плане, что работа Абдулпа Таргажевича на должности председателя правительства уже дала свои положительные плоды. И тогда, когда он занимал пост председателя правительства. И сейчас есть база, на которую мы опираемся и двигаемся дальше. В ближайшее время уже будем с вами пожинать такие хорошие плоды, которые помогут нам в дальнейшем конструктивно развивать республику. Создали финансовую пирамиду, похитили более миллиарда и пытались скрыться. Сотрудники ФСБ совместно с МВД Дагестана задержали четверых россиян, привлекавших людей инвестировать деньги в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Создавая видимость финансовой успешности, мошенники искусственно завышали котировки и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги обманутых вкладчиков распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 1 миллиарда рублей. Схема имела обширную сеть филиалов и в других регионах России – в Москве, Казани и Симферополе, а также в Турции и в Казахстане. Меня незаконно задержали за якобы организацию финансовой пирамиды. Можете пояснить подробнее, что за пирамида? Я занимаюсь трейтингом, веду свой блог в Инстаграм и обучаю финансовую грамотность людей. И, соответственно, меня подозревают в том, что якобы я активно развивал, популяризировал криптопроект ЮСР. Поясните, за что задержан? Консультировал человека по криптовалюте. Подробнее можете рассказать, что за криптовалюта, как она была основана? Нет, вот это я не знаю, как она была основана, потому что я консультировал только этого человека. Я не могу знать, как она была основана. В Дагестане выявили еще одну майнинг-ферму. На этот раз специалисты Горэлектросетей Махачкалы совместно с МВД по республике обнаружили 84 единицы оборудования для генерации криптовалют на территории редукторного поселка. Потребление электрических мощностей составляло порядка 240 кВт в час, вместо заявленной потребителем 15 кВт. Почти 2 миллиона рублей хранило в Чулке. В отдел полиции по Советскому району с заявлением обратилась жительница Махачкалы, которая заявила о пропаже крупной суммы денег. Полицейскими были установлены и доставлены в отдел двое жителей города, которых потерпевшая наняла в качестве разнорабочих. Идет разбирательство. Мы работали в частном доме, вещи перевозили, там нашли деньги вот эти. Взяли, потом вернули. Кому вернули? Хозяйку отдали обратно. Деньги нашли мы, вот эти деньги, вот для этого, ну, короче, дома вот этот парень нашел, он положил, короче, мы потом его забрали. Потом завтра решили, мы обратно дали, занесли. Работать почти в одно месяце. И в это время там шкаф был. Я у хозяйки там, ну, чтобы легче было этот, как его шкаф взять. Я сказал, что там, ну, ты что делать? Она говорит, выкидывать. Ну, я взял это все, этот выкидывать. И в это время Чулок вышел оттуда. Я сказал, что это за Чулок? Мой парень там увидел, это, дай, посмотрите, там деньги вышли. Он взял этот мешок и ушел, на улицу вытащили. Что после работы взяли, он мне половину дам. А на следующий год я пришел к хозяйке, да, парень, сказал, вот так вот так совершили, простите нас. Для 170 детей с синдромом Дауна устроили праздничное торжество. Мероприятие прошло в одном из банкетных залов столицы республики. Организатором выступил благотворительный фонд «Инсан». Танцы, игры, вкусные столы. И все это подготовили для солнечных детей. Подробности расскажет Хамзанар Магомедов. Это особенные дети. Они немного видят мир по-другому, но это не мешает им полноценно ощущать жизнь и делиться яркими эмоциями. Однажды, когда мы посещали лор-врача, врач спросил. Просто она зашла с мальчиком. Он просто так посмотрел, но ребенок такой, сразу же медики узнают. И он спросил, кем бы ты хотела быть, когда вырастешь? Она долго подумала. И я так думаю, что же она ответит? Она сказала, человеком. Меня, конечно, это тронуло до глубины души. Если бы даже, наверное, я ее научила, она так не сказала. И врач сказал, молодец, в первую очередь ты должна быть человеком. Накануне весь мир отмечал День людей с синдромом Дауна. Благотворительный фонд Инсан не остался в стороне. Более 150 солнечных детей были приглашены на праздничное торжество. Откликнулись не только местные жители, но и гости из соседних регионов. Это не первая наша встреча с такими детьми. Фонд в своей текущей работе и поддерживает, и оказывает помощь в оплате реабилитации и другую поддержку. Уже в таком формате, определив именно этот день, собрав такой большой количественной текущей, фонд организовывает впервые. Вкусные столы, танцы, викторины с подарками. Детей развлекали веселые аниматоры. Ну а в завершении мероприятия для всех гостей преподнесли большой праздничный торт. Молодцы! Сейчас мы его порежем и все по кусочку поедим. Договорились? Село Урада. Как возникло поселение, особенности жизни и быта горцев в разные периоды, известные выходцы и многое другое. Все это теперь собрано в одном научном труде. В Махачкале презентовали книгу о тысячелетней истории аула, ныне расположенного в Шамильском районе. Монографию собирали пять лет. За это время авторы объездили близлежащие села, посетили выходцев из села, проживающих за пределами региона. В общем, детально по крупицам собирали все данные о малой родине. Сотрудниками дагестанского филиала Российской академии наук, которые вложили свои знания и труд в книгу, уверены, что им удалось воссоздать историю села. Мы получаем максимум информации о тех общинах, как они функционировали, как они развивались на протяжении истории. И это нам помогает в понимании истории любой другой дагестанской общины. Почему в качестве примера взята именно Урада? Потому что это, с одной стороны, типичная община, с другой стороны, она всегда принимала активное участие во всех политических и социальных процессах, которые происходили в Дагестане. И еще немаловажная деталь, что источников исторических по данному населенному пункту огромное количество. Пожалуй, нет другого населенного пункта в Дагестане, по которому такое большое количество источников. Это связано с нельскими вещами. Первое – это богатством урадинских библиотек, потому что там было довольно много известных ученых-богословов. И благодаря их потомкам, которые все эти библиотеки сохранили. Все, что можно было собрать, ну, малейшие возможности, мы можем сказать, я, в принципе, по итогам работы могу сказать, что я, допустим, не знаю, где еще можно было бы дополнительно информационовать. То есть мы досконально исследовали все имевшиеся источники. И на основе этого была воссоздана картина. Во-первых, древнейшая история, потом правовая культура, адаты и так далее. Потом архитектура города. Да и практически все отрасли, все сферы исторического прошлого и материального культуры, можно сказать, мы исследовали. Форум «Лезгинский язык. Сохранение и развитие» прошел в ДГПУ. На нем участники затронули важные аспекты сохранения и развития родного языка, его дальнейших перспектив преподавания в школах республики. Своё мнение относительно состояния и проблематики языка высказали представители общественности, видные деятели науки и культуры. К тому же лучшие студенты вуза, изучающие «Лезгинский», были отмечены именными стипендиями. В фойе университета была представлена выставка литературы и «Лезгий газет», а также для гостей был организован кофебрейк с блюдами национальной кухни. «Лезгинский язык – это один из крупных языков нашей республики, Российской Федерации, где огромное количество людей говорят на своем родном, думают на своем языке. Но Норман Асварович здесь правильно сказал, что мы сегодня, к сожалению, констатируем о том, что мы должны говорить о сохранении, в первую очередь, ну и потом о развитии родного лезгинского языка, в том числе проблемы. Как он отметил, для всех языков они примерно одинаковые, для более больших чуть-чуть легче, для более маленьких еще проблемнее. Но как бы ни было, они имеют общий корень, общее основание. И главное – это то, что мы должны уметь разговаривать, мы должны уметь общаться, мы должны уметь думать на своем языке». В селе Гигатлиц у Мадинского района отметили праздник Первой Борозды. Он является одним из самых массовых мероприятий на селе, связанных с весеннеполевыми работами и началом сельскохозяйственного года. В этот день жители села с утра ходят друг к другу в гости, поздравляют с официальным началом пахотного сезона. Как провели Первую Борозду в высокогорном селе, расскажет Асель Манапова. Обряд Первой Борозды собрал не только местных жителей, но и гигатлинцев, проживающих за пределами своего села и республики. Традиционно праздник начался с Мавлида в мечети. После чего старейшина села и почетные гости провели на ближайшем поле спашку Первой Борозды. Идущий за плугом пахар совершил обряд, с которого начался старинный праздник. Отмечают его всегда с размахом. Считается, что чем больше веселья, тем удачнее служится год для земледельцев. Мы ждали снега всю зиму, не было живого. Это рады зиме, рады весне. Мы каждый год его отмечаем. Впускники отмечают каждый год, каждый выпуск. Это объединяет нам, да? Объединяет, конечно, еще как. В течение дня в гигатли проводились культурно-массовые, спортивные и религиозные мероприятия. Активистам села вручили благодарственные письма, грамоты и подарки. Хотелось бы пожелать, чтобы это село на сегодняшний день очень много выехали отсюда. Праздник первой борозды в Гигатли совпадает с Днем села. Это очередной повод собраться всем выходцам из аула. Ведь в этот день в село приезжают все, кто живет вдали от малой родины. Сельчане стараются сохранить праздник в первозданном виде и неукоснительно соблюдать все ритуалы весеннего действия. Асельма Напомор от Бигбарсов. Новости ННТ. Цумадзинский район. Сергей Меликов ознакомился с планами восстановления стадиона «Труд» в Каспийске. О ходе реконструкции объекта главе республики рассказал министр спорта Сажид Сажидов. Арена рассчитана на 4,5 тысячи посадочных мест. Уже завершен первый этап строительства теннисных кортов. На втором этапе будут возведены в футбольное поле трибуны и спортивный зал, отвечающие всем современным требованиям. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году. Ранее было принято решение о выкупе имущественного комплекса стадиона, принадлежащего заводу «Дагдизель», в собственность республики. Семь очков на троих. Дагестанские футбольные команды провели матчи 21-го тура первенства России «ФНЛ-2». «Динамовцы дома» обыграли «Волгоградский ротор». Единственный гол в этой игре забил Никита Глушков. Полузащитник «Белоголубых» замкнул подачу с угла штрафной. Так махачкалинцы сократили отставание от конкурентов из лидирующей тройки. Другой столичный клуб «Легион» победил в родных стенах «Спартак» и «Знальчика». Отличились Шамиль Садулаев и Ислам Вагабов. И лишь Анджи не сумел заработать три очка. Желто-зеленые довольствовались нулевой ничьей с аутсайдером первенства команды «Есентуки». Это была последняя информация в этом выпуске. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания.